Здравствуйте, это программа Постфактум и я ее автор и ведущий Артем Кудинов. На фоне растущей день ото дня заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае, растет не по дням, а по часам другая эпидемия. Я имею в виду мошенничество. Причем, как и с коронавирусом, жертвами ее в первую очередь становятся наши старики. Однако, если с коронавирусной инфекцией мы боремся всем миром, то вот с мошенниками, похоже, борьба это просто не ведется. Ну, судите сами. Существенно выросли мошеннические операции с банковскими картами. Жулики обещают гражданам помощь в связи с коронавирусной эпидемией и опять же обманным путем завладевают их средствами. Ясно, что первыми жертвами становятся доверчивые пенсионеры. Другие мошенники ходят по организациям и под видом Роспотребнадзора втюхивают какие-то сомнительные брошюры. В Роспотребнадзоре возмущаются и правильно. Ведь это же прямая дискредитация государства. Я даже не собираюсь здесь призывать мошенников к совести и взывать морали. Нет у них ни чести, ни стыда, ни совести. С учетом серьезности нынешней нашей ситуации, я бы призывал поступать с ними по законам военного времени, как с мародерами. Но время у нас, слава богу, мирное и нынешних законов вполне хватает, если их выполнять и соблюдать. Однако, судя по всему, полиция не хочет такими мошенниками заниматься, отлавливать и наказывать их. Ну а как известно, безнаказанность развращает и толкает на совершение преступлений против беззащитных стариков, которые, судя по всему, принимают массовый характер. Ну а нынче общее нервное состояние людей приводит к тому, что подчас здравый рассудок уступает давлению эмоций. Проблемой уже и союз потребителей обеспокоился, а в Госдуме и вовсе разрабатывают законопроект по ужесточению уголовного преследования за мошеннические преступления против пенсионеров. Их планируется рассматривать как отягчающее обстоятельство. Закон законом, но хотелось, чтобы полиция хоть парочку этих конченых мразей нашла и поставила перед телекамерами и наказала примерно, чтобы другим неповадно было. И еще о стариках. Уже начался дачно-садово-огородный сезон. Тысячи стариков устремились за город. Это и есть та самая самоизоляция, которую призывают власти. Однако, чтобы эта самоизоляция была полная, чтобы пенсионеры и дачники меньше ездили в город, а постоянно жили вдали от коронавируса и на свежем воздухе, власти уже сейчас надо бы позаботиться об этом. О транспорте, о торговле с колес, продовольственными товарами, об оплате за коммуналку, свет, воду и т.д. посредством мобильных пунктов госуслуг, об организации выездного медобслуживания и многом-многом другом. Чтобы забота о старшем поколении не только декларировалась, а стала неотъемлемой частью государственной ответственности. Государство у нас и так в большом долгу перед стариками. Это была программа «Постфактум». Я и автор и ведущий Артем Кудинов. Новая неделя даст новую пищу для размышлений.